всем привет сегодня в моем видео буду делать бонсай из бугенвили это мой чередок просто у меня их достаточно и вот я хочу попробовать я вот такой вот более плоский горшок выбрала для бонсая то есть я хочу и корневую систему немножко поднять то есть поработать с корнями я посмотрю что у нее там корешочки какие и конечно и сформировать ей крону то есть она у меня сейчас вот такая неприбранная растет ну что приступим сейчас я ее посмотрю ее корневую корневая это у меня тут большая сейчас здесь ой инопласт уберу то есть я половину корней даже больше сейчас буду вообще убирать эти мелкие корешочки так сейчас я ее полностью стараюсь разобрать то есть мне нужно найти у нее такие довольно таки крупные корешочки вот эти вот видите я убираю и корневую вместе с землей бугенвили очень такая могу сказать живучие растение так что эти всякие манипуляции в принципе даже идут ей на пользу тем более у меня есть на канале уже видео как я омолаживала корневую систему бугенвили и они у меня сейчас очень прекрасно все цветут то есть все очень хорошо вот здесь как раз я вижу у нее корешочки вот здесь вот такие вот толстенькие ну не совсем как ниточки земляной ком хочу вот здесь убрать в общем кому интересно как я омолаживаю бугенвили можете зайти на мой канал и посмотреть ну прекрасные корешочки прекрасные и немножко расскажу об уходит потому что мне пишут комментарии ну допустим почему там желтеют листья опадают листья оботают и облетает также цветение то есть тоже бугенвили нужно просушивать ей не нужно постоянно делать увлажненный грунт то есть у нее тоже получается если горшочек не просыхает нижние корни страдают от от переувлажнения ничего страшного она очень хорошо и ей полезно делать пересушку горшочка полностью у меня допустим просыхает полностью грунт то есть у меня даже я когда поливаю бугенвили когда у нее начинают уже так как бы вянуть листья и это сказывается также на цветение то есть для нее это стрессик и она начинает свистеть от этого ну вот что у меня уже получается то есть вот у нее вот смотрите здесь сколько корешочков осталось я просто хочу на поверхность немного корней у нее так как панцайша будет я хочу чтобы у нее стволик был и какие-то корни поверх утолщались что и когда убираешь вот и корешочки вот так чистишь у нее утолщаются корешочки вот эти вот основные что нам и нужно сейчас я еще их промоем корешочки чтобы мне было видно как их сформировать немножко грунтика еще осталось хорошие это прям такие будут корешочки прекрасно просто это конечно потребуется время чтобы нарастить корешочки такие толстенькие года два минимум то и больше я здесь немножко мелкие корешочки почистила вот здесь что я хочу чтобы вот эти вот корешочки не были на виду в общем понадобится проволока отверстие одно то есть я сейчас вот так вот допустим оставлю да и здесь я ее обрежу так одну поволочку обрезала я их сейчас там зафиксирую сейчас еще одну сюда притяну так и тоже их вот так вот просто загну чтобы нить не вылезли из горшочка вот так вот и самим кашпоном придавится в принципе у нас же у меня дома будет стоять то есть ветр никакого не будет то есть ей хватит это чтобы зафиксировать свои растения потому что она самостоятельно не сможет стоять ну все я добавила нам в дно керамзит и теперь грунт универсальный просто с керамзитом с перемешкой все это вот проволочка и теперь я горочка здесь так слегка и вот теперь мне нужно ее будет вот так вот зафиксировать чтобы она держалась с одной стороны ну то есть это временно потом проволоки это здесь не будет пока так вот полочку подтянуть вот она уже стоит и теперь корешочки нужно разложить вот этот мелкий корешочек я обрежу вот этот мелкий корешочек я обрежу вот такие тоже мелкие с другой стороны еще чуть-чуть но это не конечная пересадка то есть ее нужно будет приподнимать постоянно и смотреть за корешочками как они развиваются ну вот чтобы вот здесь вот какие-то формы вот у нее наросли красивые но они должны вот здесь вот утолщаться так ну начнем с этих вот я просто не пойму как ее сделать еще а здесь вот и так вот здесь вот ну вот что с этим я ее сейчасBob веточками вот это тоже пока решила ее оставить так а потом посмотрю просто сомневаюсь вот эти ветки пока оставлю пока не буду трогать сейчас я ее сношу под душ хорошо пролью и поставлю ее на место буду держать вас в курсе как она у меня развивается увидимся в следующем видео